Мастер-класс высшей пробы. Такой подарок молодым спортсменам подарил заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по гребле на каное Максим Опалев. В Калининград он прилетел впервые. Что его здесь удивило и чем он удивил калининградских гребцов, узнавала Татьяна Фирцева. Ученики школы по водным видам спорта проплывают дистанцию на каное. Рядом опытный наставник, олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Максим Опалев. Спортсмен в нашем городе впервые. И, как говорит на острове около стадиона Калининград, условия для занятий греблей создала сама природа. Я сегодня и вчера ознакомился с достопримечательностью города. Здесь в самом городе шикарные каналы. Ну то есть все создано для гребли, для ее величества спорта. Главное, зачем приехал Максим, провести мастер-класс для гребцов. День юные спортсмены начали с зарядки с олимпийским чемпионом. А потом внимательно смотрели и запоминали упражнения. Внимание заслуженный мастер спорта уделил каждому. Зацепись вот здесь вот и запомни, вот они, крупные мышцы. Ножку поставь, зафиксируй и подъезжаешь. Очень нравится. Хотелось всегда посмотреть вживую, как профессионалы работают, как они тренируются. Очень странное ощущение. Как второй тренер. Товарищ постарше, который может что-то показать. Роман занимается греблей почти шесть лет. Как говорит, встреча с таким легендарным спортсменом уже подарок. Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Максим Опалев от Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каное подарил школе три тренажера и экипировку. Где бы мы такое взяли? У нас вообще нет ни формы. У нас проблема даже с лодками, с веслами, не говоря уже про форму. А тут привезли форму. И для них, конечно, это большое счастье, что им привезли форму еще и бесплатно. А в прошлом году Федерация подарила школе четыре лодки за два миллиона рублей. В Калининграде греблей занимаются более двухсот детей. Как говорят олимпийцы, наш регион для развития этого вида спорта перспективный, но недооцененный. Я думаю, что в будущем, в связи с приездом олимпийского чемпиона Максима Опалева, конечно же, многие спортсмены захотят продолжить свой спортивный путь и, конечно же, привлекут еще своих друзей сюда. То есть это, мне кажется, одна из главных миссий. Спортсмены надеются, что в будущем на острове появится современная грибная база. И, как рассказал Максим Опалев, в Калининграде уже много талантливых грибцов. Быть может, кто-то из них пополнит ряды юношеской, молодежной и национальной сборной команды России. Татьяна Фирсова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей.